но сегодня я хочу рассказать о практике внутренней алхимии как это происходит на бытовом уровне начну со вступления года три назад выйдя из дома я захлопнула дверь забыв ключи пришлось вызывать команду мастера там приехал через 10 минут он не открыл дверь взял 40 евро уехал но видимо он как-то плохо прикрутил ручку но надо дать должное на три месяца три года простите держалась но в этом году как-то я стала замечать что ручка дверная с наружной стороны как-то все слабеет и слабеет но так как я очень невнимательная на бытовом уровне и практически не обращаю внимание на то что происходит то естественно шурупчики у меня там по отваливались какие держали и и в итоге настал момент когда я взяла ручку она осталась у меня в руках а мне конечно было очень смешно моему внутреннему ребенку ну благо ключик открыл двери и слез не было что же происходило дальше дальше конечно же я позвонила мастеру который когда-то у меня был и помог мне с электричеством но он мастер на все руки такой человек вызывающий уважение учитывая что сейчас пространстве идут энергии уничижающие человека по простому говоря в людях все больше и ярче пробуждается их и проявляется их нечеловеческая суть где нет уважения к человеку к самому себе это значит другим на первом месте приоритеты ценности другие работа дела еще что-то ну и так далее я давно уже 30 лишним лет занимаюсь внутренней алхимией и естественно когда со мной происходит какая-то ситуация через других людей я задаю себе вопрос о чем она меня учит что есть во мне такого чем я притянула эту ситуацию это человек отозвался конечно но на работе я полдесятого утра ему позвонила он не сказал я до пяти работаю позвонить это было субботу вот я конечно же занималась своими делами и субботу в пять нет я там настолько занялась своими делами что уже в шесть часов ему позвонила оказалось он работал еще и сказал что через пару часиков освободиться хорошо я уже стал как бы в таком подвешенном состоянии но тем не менее все равно продолжала заниматься своими делами естественно через пару часиков я им позвонил ответа никакого и все исчез человек нет мало расстроена потому как я имела свои планы на вечер и подумала что ангелы меня все равно оберегают и проблем не будет у меня с дверью все так в итоге оказалось воскресенье то есть вчера я конечно же не не звонила хотя свои проблемки это как бы проблемка я написал своей подруге она предложила там ну и одним словом я не люблю беспокоить людей без ну такой серьезной причины тут я еще не считаю что это серьезная причина почему я делаю это видео вот как раз для того чтобы разобрать когда в субботу шла эта ситуация и человек сначала сказал что вот он через два часа освободиться я вам позвоню сам не только не позвонил но и не ответил на звонок я естественно задала себе вопрос а что есть во мне такого чем я притянула эту ситуацию что мне нужно в себе увидеть естественно я увидела в себе аспект влепший в такой же пофигическое отношение к самой себе мой мужской интеллект он он вот так вот всегда в общем то по жизни ко мне очень пофигически относился а я ставя на первое место все что угодно только не себя естественно долгое очень время жила больше половины своей жизни жила по этим установкам вложенным коллективным подсознанием в коллективном едином мышлении эти программы как и все впрочем да в общем мне удалось субботу так это все трансформировать понять осознать и я в полной благодарности этому человеку который сыграл вот такую роль для меня как зеркало я поехала по болотина да интересные там шли энергии уже подъезжая к центру я ощутила такую дикую боль сейчас обращаю ваше внимание из практики уже знаю когда идет работа с нечеловеческими энергиями что такое нечеловеческие энергии это наш интеллект которым нет абсолютно никакого понимания о человечности просто не развита это вот аспект материи младенца а у младенца уже к трем месяцам формируется свое убеждение но об этом отдельная тема так вот и ему тоже идут свои ситуации и в тот момент когда идет не так как ему как он себе представляет я имею ввиду младенец вот эта частичка маленькая материи она влипает в эту энергию недовольство злости и остается в виде энергетической занозы в подсознание человека по мере того как человек растет он естественно по жизни проходит различные ситуации и это вот недовольство что идет не так как я хочу но естественно накручивается и создает ну как снежный ком вот эти вот все дополнительные энергетические занозы вот это которые впоследствии в общем то являются причинами тех и дискомфортных дисгармоничных отношений в семьях и родители и дети и муж и жена и в социуме но это опять же отдельная тема возвращаемся опять здесь когда сегодня я опять собралась пойти куда-то и дернула за ручку она у меня короче практически отвалилась ну так как я женщина сильная привыкшая сама все делать я решила эту ручку все-таки разобрать я ее разобрала но поняла что может я не особо там с ней справлюсь так как я своим женским умом в мужских делах мало чего понимаю это я признаю спокойно ладно я тогда все таки у меня есть друзья ну я позвонила но там такие нюансы готовы помочь но тем не менее не получается окей тогда я поняла что это мне идет и мне нужно необходимо что-то понять увидеть опять внутри себя я стала отслеживать что вышло такой маленький маленький аспектик такой такой вот обида такая она скорее всего даже детская такая обида вот я ее увидела поблагодарила дом а ладно позвоню я тому же самому мастеру и он конечно никаких извините ничего я пошутил еще говорю вы единственный мужчина это действительно та которая так долго ждала больше суток мы как бы пошутили он сказал да конечно я работаю до пяти сегодня после нет даже сегодня сокращенный день я к вам приеду ну окей хотя там внутри я уже чувствовала что это не так будет потому как что-то у меня там срезонировала но я опять занялась своими делами конечно думаю все приходит нужный момент и нужно время а сама отслеживаю отслеживаю свою внутреннюю реакцию и вижу там выходит несколько таких знаете вот как кряпь на воде даже это не мысль мелькает это мелькает такое как ощущение в теле я занимаюсь шуте он переделками я очень люблю и вот ты кстати в субботу я этим занималась и теперь тоже тоже вот идея пришла я ее воплощала а там в подсознании что-то происходит тут у меня прекраснейшее настроение прекрасное я в творчестве все хорошо но в подсознании процесс идет и я его наблюдаю аспект меня высшая моя часть наблюдатель во мне он отслеживает то что там происходит хотя я умом своим не понимаю человек сказал что мне позвонит или позвонит простите за мой русский пять часов а звонка нет но я терпеливо подождала до шести почти позвонила ах у нас тут работа и я еще задерживаюсь корин ну хорошо он я вам позвоню и вот тут я ощутила ну знаете я так давно уже не ощущала злость их даже забыла как она эта энергия какая на вкус и во мне это так все поднялось такая вот злость я так а с чем она связана что это за злость я поняла что во мне в человеке женщине не женщина вышла вот это вот злость такая она не агрессивно а это просто такое ну сколько можно водить за нас сколько можно и тогда я сказала стоп у тебя такая реакция значит у тебя есть такой аспект в тебе в твоем мужском интеллекте который водил тебя за нас ну я обратила внимание на свое дыхание подышала сделала практику а злость моя в это время мне она так как бы мне какой-то стимул дала и моя мужская суть во мне сказала да пошли вы все я сама сделала я пошла это же мой внутренний мужчина я разобрала эту всю ручку дверную но увы я не поняла как она там сделана он насквозь эти дыры и и эти как их там шурупы они насквозь проходят их не задержишь а тому человеку я написала смс ну когда вас ждать он говорит ну я еще занят я вам позвоню ну сколько можно я ему сказала ну должна признать написала я это испытывая вот это возмущение вот такого нечеловеческого отношения к другому человеку когда приоритеты ценности я понимаю занят человек работа дела все но когда ты сказал дал слово ну уж будь ты так любезен или добрый или человечен ну по крайней мере смс-ку напиши простите у меня не получается ни через час не через два чтобы не держать человека в подвешенном состоянии и что происходит на тонком плане элементарный вампиризм энергия от человека держат в подвешенном состоянии человек хочет он или не хочет где-то злится раздражается ждет хотя я не ждала я своим делами занималась и энергия перетекает тому человеку и это называется насилие это называется манипуляция только энергетическая об этом мало кто задумывается ну вот это сегодня я увидела опять возвращаясь к себе потому что задача каждого человека это увидеть свои внутренние реакции на то что происходит вовне и естественно их изменить я изменила и приклеила ручку железо нашла клей момент приклеил ее с наружной стороны посмеялась конечно ушла не знаю там приклеилась нет но мне было так смешно это меня уже порадовало от злости следа не осталось ну что поделаешь ну господи боже мой но бог с вами как говорится но просто те энергии которые сейчас интенсивно выходят из подсознания они как раз и связаны вот с этим пофигизмом к человеку самому себе на самом-то деле и вот это видео я делаю с единственным намерением люди человеки дорогие мои друзья всех кого я знаю кого я не знаю кто знает или не знает меня пожалуйста обратите свое внимание на то как вы обращаетесь сами собою через то как вы обращаетесь с другими и вы поймете если у вас уважение к самому себе цените ли вы сами себя и что у вас стоит на первом месте кто у вас стоит на первом месте человечность с ней рождаются но ее необходимо взрастить в себе семя человечность и есть но если человек не прикладывает усилия не взращивает себе человечность она завидает засыхает как растение ну вот такая внутренняя алхимия я конечно подумала да ну нафиг 20 евро мне конечно не жалко но вот за такое отношение его работа может и стоит хотя я сомневаюсь что она стоит 20 евро но тем не менее такое отношение она полностью обесценила и самого человека и в общем-то его труд когда человек по-человечески ты как говорится платишь передаешь эти деньги за работу за труд и тебе даже хочется больше еще передать потому что деньги это энергия и ты понимаешь что человек делает от души и тебе хочется тоже в ответ от души сделать а когда вот так человек относится обещает не выполняет но в конце концов не надо обещать в конце концов можно позвонить сказать извините или еще что-то вот я это все говорю для того чтобы вы сделали анализ своей жизни своих поступков а как вы относитесь к сами к самим себе повторяюсь а узнаете это по вашим отношениям и другим людям особенно к тем кого вы знаете особенно кого давно знаете и те кто рядом с вами кто вам близки кто в вашем сердце как ни странно почему-то считается что если человек с тобой рядом это уже чуть-чуть не в тему но я из практики работая с людьми я увидела такую закономерность почему то есть убеждение если человек с тобой если он то с ним можно как попало относиться вы сами наверное если подумайте честны будете собой то увидите что на работе вы подтянуты перед начальником вы подтянуты перед коллегами тоже а когда приходите домой куда уходит вся ваша культура и хорошего настроения люблю вас всех